Итак, тема программы «Шоковая терапия. Начало 90-х». Мой компетентный гость, человек, который не нуждается в специальном представлении, которого вы очень хорошо все знаете. Сейчас это заведующий кафедрой мировой экономики Российской Академии имени Плеханова, член-корреспондент Российской Академии Наук, российский ученый-публицист, последний председатель последнего Верховного Совета Российской Федерации, Руслан Хасбулатов. Руслан Абранович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились прийти. Вот давайте, чтобы было всем понятно, и точки на это и расставим. Хасбулатов был против «Шоковой терапии»? Конечно. Конечно. Вы были за либерализацию тех экономических процессов, которые необходимо было в тех условиях применять? Вы знаете, как только мы подавили ГКЧП, на первом же заседании Верховного Совета Российской Федерации я провозгласил путь трансформации социализма в капитализм. Не Ельцин, ни кто-нибудь другой. Даже я помню, Борис Николаевич мне говорил, ну, Руслан Абранович, вы, как всегда, очень смело. Я, говорит, не стал бы так говорить. То есть я сказал, что верхушка КПСС окончательно дискредитировала идеи социализма, и нам надо выбирать, строить какую-то мягкую модель капитализма. Давайте попробуем. Если общество нас поддержит, будем стараться стремиться строить именно вот такой вот один из мягких вариантов капитализма. Руслан Абранович, давайте сразу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот мягкий – это какое? Речь шла, видите, модели капитализма разные. Вот, например, на съезде, на седьмом съезде, я как раз разъяснял депутатам, я тогда говорил, поскольку я всю жизнь занимался и тогда-то капиталистической экономикой, не социалистической, а именно капитализмом, поэтому я, конечно, хорошо разбирался в этих разных моделях. Я, например, говорил так, что вот жесткая американская модель нам непригодна. Она исходит из, вот, одна из особенностей, так, не будем много говорить, одна из особенностей – это исключительное ударение на индивидуальную свободу, индивидуальное, так сказать, вот стремление обеспечить свое будущее, независимо от государства. Государство достаточно отдалено от индивидуальной деятельности человека и всячески оберегает. Но это историческая модель. Так у них сложилось. Да, так у них сложилось, когда Америка складывалась из переселенческих колонистов от Западной Европы, когда и государства-то не было. Им там в суровых условиях, там войны с индейцами, и там климатическими условиями приходилось выступать и в роли шерифа, и судьи, и первопроходца, и строителей, и создателя, людям конкретно. Совершенно другая психологическая, историческая, этническая и прочие особенности в России, когда мы на протяжении многих столетий жили под властью царя, под опекой, так сказать, вот под протекцией власти. И вот это коллективистские начала, в отличие от, обособлено, индивидуалистских начал, там, скажем, вот, американцев, нам свойственно изначально. И социализм здесь вообще-то ни при чем, он просто развил, использовал вот эти наши естественные, природные, далеко не худшие качества, между прочим, в общественном развитии. Поэтому я говорил так, что давайте вот попытаемся построить нечто близкое, там, скандинавскому, шведскому варианту, где элементы социального регулирования, социальной защиты населения очень высокие, они очень близки были социалистическим. А в то же время признаем полностью частную собственность и начнем трансформировать, то есть изменять нашу социалистическую экономику, перестраивая ее на капиталистический конкурентный лад. Вот была идея. А вот смотрите, сразу у меня вопрос возникает. Ну, ваши не оппоненты, скажем так, но люди, придерживающиеся других взглядов, да? Ну, или оппоненты, да. Оппоненты, да. Говорят о том, что к тому времени, когда Россия, в общем-то, стала независимым государством, да? Когда Советский Союз исчез или развалился, кому как нравится, да? Да. Не было денег, не было ничего. Денег не было, а что? То есть казна была просто... А вот смотрите, вы говорите о том, что нужна была мягкая модель, да? Социальная модель. Но мы же с вами понимаем, чтобы социальную модель проводить, нужны деньги. Да, конечно. А денег нет? Так они все равно поступили. Что мягкую, что жесткую. Деньги-то у нас были на проведение реформ. Мы их заимствовали. Какая разница, какую ты модель проводишь. Все равно они деньги нужны. Ведь на ту реформу, которую они проводили, тоже были деньги нужны. Но дело в том, что они-то не использовали возможности получения крупных денег. Они приступили к раздаче крупных предприятий, вот этих заводов гигантских. Так, вы знаете, колоссальные вот эти наши, где-то десятки, сотни тысяч рабочих. Они их за бесценок продавали. Вы знаете, вот это независимые эксперты и международные доклады. Уже десятки докладов сделали на тему сравнительного анализа приватизации. Так вот, от приватизации Россия, вот как вы их назвали, как государство, как государство, как вы их назвали, вот, моих оппонентов, они получили прибыль на уровне Боливии. Вы можете себе представить? А та модель, которую я предлагал, и Верховный Совет одобрил, и Съезд одобрил, она предполагала. Это совсем другое. Мы получили огромные деньги для того, чтобы осуществлять приватизацию дальше. Получая деньги за продаваемые нами заводы. А почему так получилось, Руслан Иванович? Вы общались с Борисом Николаевичем. Я могу предположить и неоднократно на это темно. Да мы в день по три раза встречались. У нас были очень хорошие отношения, вплоть до появления на фигуре вот этих непонятных людей, которые не принимали участие. Первый президент вас слышал, и если слышал, то в какой момент он перестал слушать? Перестал слушать вот с того периода, когда он обманул меня и фактически всех, и вдруг неожиданно возникли вот эти люди странные во главе правительства. Он сам стал. Вот я вам расскажу такой эпизод. В 11 часов мы расстались с Ельцином. Завтра у нас начинается съезд, где с докладом выступает Ельцин. Это октябрь 1991 года. С докладом выступает главным Ельцин. И он же предлагает состав правительства. Я собираю в рамках съезда Верховный Совет, и мы утверждаем правительство. Он мне говорит. Спрашивает, Руслан Мранович, как вы относитесь к знаменитому офтальмологу Святославу Федорову? Я говорю, Борис Николаевич, очень хорошо отношусь. Тем более, что я с 1986 года консультировал Федорова. Когда он создавал этот мощный комплекс микрохирургии глаза. Я говорю, я ему помогал, рекомендовал советника по экономическим вопросам и прочее. Я говорю, я его давно знаю. Я говорю, он признанный человек. Он говорит, я его выдвигаю. Я говорю, вас поддержит. Верховный Совет съезд здесь никаких проблем. В 11 часов. Где-то в 12, в первом часу я доехал домой. Я жил тогда на проезде Шакальского. Я доехал домой. Тогда у нас не было этой мобильной связи, а городские телефоны. Вы-то еще молодой. Я должен так некоторые слушатели напомнить. Жена дает мне телефон и говорит, Борис Николаевич на проводе. Второй час ночи. Он говорит, Руслан Иванович, я вот подумал и решил выдвинуть академика Рыжова. Юрий Рыжов, союзный депутат, ректор технического университета, академик. Тоже авторитетный человек. Я говорю, ну, вообще-то Святослав Федоров, мне кажется, предпочтительным. Но, я говорю, вы президент. На ваше право, да? Ну да, вы президент, я говорю, я спорить не буду. В принципе, говорю, это тоже неплохая кандидатура. Я поддержу, коль вы так решили. Договорились, да? Завтра в 10 часов я открываю съезд. Так, все формальности заканчиваем. Я предоставляю слово Ельцину. Так, он выступает с неплохим, в общем-то, докладом, с обзором. Кстати, формально еще союз существует до декабря. 7 декабря еще, как вы знаете, понимаете, два месяца. И в конце он говорит, вот, я решил полномочия главы правительства взять на себя. Вот, финансово-экономический блок у меня будет возглавлять Егор Гайдар. Егора Гайдара тогда абсолютно никто не знал, только узкий круг специалистов. Работал он в журнале «Коммунистам», потом в газете «Правда» отдел экономики возглавлял. Ну, никому неизвестная фамилия. Там, ну, там, по аналогии... Но фамилия-то известная. Нет, фамилия известная, но даже люди не знают, там, сын, он, внук, и так, и имеет ли он отношение к этому знаменитому Гайдару на произведениях, которого, вы помните, в школах мы еще буквально воспитывались, так. И аполитический блок будет прикрывать бурбулись. Ну, бурбулись издали хорошо и ненавидели страстно. В общем, буря началась. Так, недовольство страшное. И на Верховном Совете, где утверждался этот состав правительства, мне пришлось проявить максимум усилий для того, чтобы утвердить вот это правительство.